Президентский или представительский способ. Это самый формальный способ сложить платок. Отличный выбор для интервью, черно-белой вечеринки или для любого другого мероприятия, где может потребоваться костюм. Просто белый платок идеально подойдет для этого случая. Конечно, можно использовать разноцветный для более casual вида. Для того, чтобы сложить платок таким способом, возьмите платок и сложите его пополам. Затем просто продолжайте складывать его пополам, снова и снова, до тех пор, пока он не станет подходящего размера, чтобы поместиться в кармане вашего пиджака. Изгиб должен выглядывать из кармана, поэтому разгладьте его, чтобы он выглядел ровненько. Обратите внимание на размер вашего кармана, потому что вам не нужно, чтобы платок был слишком широкий или узкий, чтобы он был слишком длинным или коротким. Чтобы подогнать платок под ваш карман перед финальным изгибом, отметьте ширину, такую, чтобы он идеально подходил для кармана. Для высоты платка сгибайте его выше или ниже. Когда кладете платок в карман, то сделайте так, чтобы наружу выглядывало примерно один сантиметр. На мой взгляд, платок выглядит лучше, когда он повторяет линию кармана, а не просто по прямой. И поправьте лацкан, на мой взгляд, это выглядит неуклюже, когда платок выпирает. Гораздо опрятнее выглядит, когда он спрятан за лацканом. Гребешок. Это яркий способ, он часто привлекает внимание. Это очень кэжуал стиль, и такой способ служит отличным поводом, чтобы добавить красок вашему платку. Для начала переверните платок тыльной стороной кверху. Возьмите нижний угол и сложите его по диагонали. Проделайте то же самое с другим концом, затем возьмите правый конец и сложите его, пока он не коснется левого края. Проделайте то же самое с другим концом. Все, что осталось, это положить платок в карман и поправить его так, как вам нравится. В зависимости от ширины вашего кармана, платок не всегда легко в него помещается. Чтобы это исправить, просто согните его по краям так, чтобы он легко помещался в карман. Нет каких-то определенных правил насчет того, насколько он должен выглядывать из кармана. Поэтому есть простое правило большого пальца, чтобы у вас не получилось что-то радикального. Вам не надо, чтобы он выпадал из кармана или чтобы его совсем не было видно. Придерживайтесь золотой середины. И, конечно, следите за тем, чтобы платок не перекрывал лацканый пиджака. Рекомендую заправлять его, чтобы вид был более опрятным. Пышка. Вы спешите и хотите создать образ процедура? Тогда пышка это то, что вам надо. Это самый быстрый и самый простой способ сложить карманный платок. Кстати, это мой любимый. Как вы понимаете, это самый кэжуал стиль, который может быть. Поэтому можете позабавиться на тему цветов и рисунков. Чтобы сложить платок пышкой, разложите его на плоской поверхности лицевой стороной к себе, возьмите за середину и приподнимите. Второй рукой соберите остальные концы, затем сложите его примерно пополам. Теперь положите платок в карман. Поправьте платок немного, чтобы он выглядел естественно. Так как это кэжуал стиль, то нет никаких правил о том, насколько платок должен выглядывать из кармана. Но лучше, конечно, не перегибать палку. Он не должен торчать или прятаться. Придерживайтесь середины. И даже если это кэжуал стиль, ребята, я не рекомендую, чтобы платок выпирал перед глацканом. Это неуклюже, лучше спрячьте его позади. Два угла. Такой способ – это отличный выбор, если вы хотите что-то более привлекательное, чем президентский способ. Но при этом, чтобы это выглядело по-прежнему просто и со вкусом. Для начала положите платок на стол. Если у вас большой платок, то сложите его пополам, а затем еще раз пополам. Ну, а если платок маленький, то можно сразу перейти к следующему шагу. Положите платок так, чтобы он был похож на ромб. Возьмите нижний конец и приложите его к верхнему концу. Но сделайте небольшой зазор между ними. Это будут те самые два конца, которые будут выглядывать из кармана. Теперь возьмите боковые концы и сложите их так, чтобы платок поместился в кармане. Старайтесь сгибать их поровну, чтобы вид был опрятнее. Далее переверните платок лицевой стороной наружу. Эта часть будет видна, когда мы положим платок в карман. Поправьте платок так, чтобы виднелись только концы, но не боковые стороны платка. И, конечно, убедитесь, чтобы подобрали нужный размер. Платок не должен быть слишком узким или широким, слишком коротким или длинным. Поиграйте изгибом влево-вправо, чтобы угадать с шириной. И поиграйте с нижней частью, чтобы подобрать длину платка. Крылатая пышка. Это очень оригинальный способ сложить платок, и, конечно же, он привлечет много внимания и комплиментов. И это кэжуал способ, так что вы можете поэкспериментировать с расцветкой и рисунками. Для начала положите платок на стол тыльной стороной кверху. Сложите углы по диагонали, затем сложите боковые концы к нижнему концу, переверните платок, затем сложите боковые стороны, тем самым сразу учитывайте ширину и длину платка. Теперь вложите платок в карман и поправьте его немного, чтобы серединка выглядывала так, как вам нравится. Лично я рекомендую, чтобы платок выглядывал на 2-3 сантиметра из кармана. Отличный способ, ведь так? Он точно привлекает взгляд к себе, поэтому надо обладать и определенным уровнем уверенности. Но оно того стоит, вы будете привлекать внимание к себе весь вечер. Друзья, если видео было полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.